Всем привет, вы на канале Сергея Гончаренко и сегодня распакуем, посмотрим вот эту вот посылку, в которой находится, ну я предполагаю, что пауэрбанк, но не уверен на все 100%, поэтому мы сейчас откроем, посмотрим и не забываем, что когда мы, у меня по крайней мере, когда я тестирую пауэрбанки, ко мне приходят, я их не просто внешне смотрю, как многие показывают, вот смотрите какой пауэрбанк, красивый, да, он включается, выключается и он заряжает. Все, до свидания, а нет, я проверяю его практически по всем параметрам, то есть смотрю его реальную емкость, то что он сможет выдать, кстати упаковка зачетная, прикольно, пауэрбанк ПЗОС, и так, что делает фирма ПЗОС, делают они шнуры, я покупал уже шнуры, но не так много, делают они защитные стекла, делают они чехлы, пауэрбанки и может еще что-то, Ну, так вот, пауэрбанк очень, я думаю, будет схож на вот такой вот БАЗЕУС или БАЙСУС, кстати, обзор на такой пауэрбанк должен уже быть у меня на канале, поэтому смотрите, классный, галечка такая вот классная, кругленький и приятный. Ладно, переходим к этому пауэрбанку, емкость 10000 мАч, расцветки, как вы видите, разные, я, наверное, черную, как всегда, заказывал. Что мы имеем здесь? Маленький размер, большая емкость, текстиль, кожаный текстиль, ну, не знаю, не знаю, Smart Fast Charge, быстрая зарядка, не имеется в виду, я думаю, Qualcomm Quick Charge. Вот, вот это вот поинтереснее по параметрам, давайте посмотрим по параметрам. Емкость 10000 мАч, это емкость, которая в него может зайти, и с него можно снять 5800 мАч. Опять-таки, хочу сказать о тех же Beisus, о тех же Xiaomi, вот такой вот у меня старичок есть, то здесь свободно он 6200 может отдать, и этот, и этот. Причем они, не стесняясь, это все заявляют, и вы знаете, мне нравится, что пока что никто меня не подводил в этих параметрах. Дальше, мы можем заряжать наш пауэрбанк 5 вольт 2 ампера, выход, здесь два выхода, 5 вольт 1 ампер, 5 вольт 2 ампера, и того мы максимум total output, то есть максимально на два разъема мы можем 2 и 1 ампер подавать. Батарея у нас с емкостью 37 ватт-часов, опять-таки на этих Beisus 38 ватт-часов. Так, давайте открывать и смотреть, ну не знаю, если с Beisus я очень хорошо знаком, то фирмы SOS не очень много у меня было. Были защитные стекла, был чехол, был шнур, точнее шнуры были, а пауэрбанка еще пока не было. Ну, он точно такой же малыш, он точно такой же, не знаю, какой-то мне вот чудной, как по мне, но поприятней, по Zeus. Может и неприятней, может примерно то же самое. Ну да ладно, давайте будем смотреть. Итак, то же самое рифленая поверхность, кто у кого копировал, ну непонятно. Сейчас смотрю, пошла мода на такие вот маленькие круглые пауэрбанки, они как бы миниатюрные больше считаются. На правой грани кнопка питания, индикаторы заряда здесь, 3 индикатора сейчас показывают где-то около 75%. Но зато здесь матовый пластик, не глянцевый. Технические характеристики здесь все продублированы. 10 тысяч на вход, 5800 на выход, 37 ватт часов, 2,1 ампер максимум. Ну и мы имеем из хорошего 2 USB разъема на выход, из плохого только один на вход. Хотелось бы в идеале видеть где-нибудь еще здесь, например, Type-C. Но, как вы видите, наверное, все-таки местом ограничены, может быть ценой ограничены. Но все вот эти вот пауэрбанки, которые я вам показывал, вот этот вот Bezos, вот этот вот Bezos, вот этот вот Pzos, это одни из самых дешевых пауэрбанков. Ну и вот этот вот в свое время очень классный пауэрбанк был, плюс хорошо стоил. Так, помимо слов, давайте еще комплект. В комплекте еще идет такой вот шнур. Но пока, я не знаю, честно говоря, пока относительно скептически отношусь к фирме Bezos. Какой-то электроники у меня особо у них не было. Ну и претензий по качеству материала, по шнуру, по чехлу у меня, в принципе, никаких не было. По стеклам, в принципе, нормально. Фирменная маркировка Bezos здесь есть, здесь ничего нет. Ну, шнурок по виду неплохой, но чтобы вот такой вот какой-то в доверие внушать, особое, ну, не сильно внушает. Ну, впрочем, посмотрим, может быть, первое впечатление обманчиво варантикарт, которая не заполняется, ничего нет. И больше здесь ничего нет. Вот уже по упаковке, ну, как бы видно, что Bezos, ну, поинтереснее будет. Плюс есть там и карантинная карта адекватная. Такое впечатление, знаете, как вот недавно вышли с подвала фирма Pzos, извините, если я, может быть, не прав, начинает выходить на какой-то нормально адекватный рынок. И когда Bezos, я не троллю сейчас Pzos и не выхваляю Bezos, а вот типа вот как бы Pzos начинает выходить на адекватный рынок, примерно так же, как вышел Bezos. Ну, давайте теперь посмотрим, у нас 75 есть процентов. На разряд должен иметь он 5 вольт 2 ампера. Так, а вот один. Так, смотрим, видим, что 2 ампера, там, ну, 2,1, да, к примеру. Да, есть, смотрите, 2,12, просадка настолько минимальна, что она незначительно абсолютно никак, и это в пределах нормы, я так скажу. 2,1 ампер, 4,97 вольт. Давайте посмотрим предел его выключения. 2,4 поддерживает или нет, потому что некоторые устройства могут, да, 2,5 легко. 2,6 есть, просадка минимальная. Bezos на 2,8 выключился, а этот на 2,7 где-то выключается, получается так. 2,66 поддерживал. 2,7, пожалуйста. Просадка пошла больше. Все, выключается. Так, давайте второй порт теперь посмотрим. И второй порт практически идентичный у нас, так что все то, что пишут там где-то один порт на 5 вольт 1 ампер, второй на 2 ампер, это все бредни, потому что сколько я зарядных устройств не проверял, сколько я пауэрбанком не проверял, везде все идентично было. Если нужна нагрузка с первого или второго порта 1,5 ампера, он выдаст 1,5 ампера. Ну, вы сами видите, оба порта у нас равносильные. И давайте попробуем еще посмотреть, если одновременно дать нагрузку больше, чем 2 ампера. Выключится. Итак, подключили нагрузку на 1 ампер, здесь на, давайте на 2 включим. Да, выключается. К примеру, здесь у нас нагрузка на 2 ампера, и здесь на 1. Выдержит, не? Да, выдерживает, ну, почти 3 ампера, да? Почти 3 ампера в разные порты, ну, может быть, 2,8, это практически идентичные показатели, хоть на 1, хоть на 2 порта. Поэтому можно рассчитывать легко на 2,4, 2,5 ампер данный пауэрбанк отдавать будет. Теперь давайте посмотрим, как будет заряжаться пауэрбанк. Там указано у нас что? Что он может брать 2 ампера, отдавать 2,1. Отдавать, как мы видим, практически все пауэрбанки молодцы, адекватных, нормальных фирм, могут отдавать больше, чем заявлено. Заявляют 2,1, 2,4, отдают под 2,8. Что мы видим? Видим, что здесь зарядка пошла. А что мы видим сейчас на тестере? На тестере мы видим, пока не сильно радужные показатели, 1,17 ампер. 1,2. Если, опять-таки, тот же Bezos у нас почти 2 потреблял, 1,8 легко, 1,85, то здесь 1,2, но чуть-чуть ограничений есть. Давайте еще, может быть, разница в шнуре идет какая-то, в кабеле. Попробуем другой шнурок. Как мы видим, шнур, разницу, есть разница, полтора, где-то и 1,8 проскакивала. Вот, 1,78, 1,8. Ну, значит, вполне реально, что он практически 2 ампера будет поддерживать. Только остается вопрос, зачем класть в комплект такой шнурок, который почти в половину своих возможностей, возможностей пауэрбанка. Ну, зря я сказал вначале, что сам шнур как-то, ну, не очень, не вызывает большого доверия. Причем пауэрбанк сам, вроде бы, как по материалам, по всему, вполне-вполне адекватный. Итак, что мы имеем на сейчас? На сейчас мы имеем, что показатели вполне-вполне адекватные, нюанс только есть в шнуре. Им можно пользоваться, им можно работать, заряжать, но, может быть, не так, как заявлено или не так, как хотелось. На сейчас я буду пользоваться данным пауэрбанком где-то недельку, 10 дней, 2 недели, наверное, и поиспользую его. Позаряжаю, поразряжаю, скажу по скорости заряда, по скорости разряда и потестирую емкость. Как минимум сделаю 3 цикла, 3 прогона на заряд, на разряд, чтобы посмотреть реальную емкость данного пауэрбанка. И на заряд, и на разряд. И после этого вернусь к вам и расскажу все свои впечатления по данному пауэрбанку. Ну, может быть, вкратце еще сравним вот эти вот два пауэрбанка по впечатлениям, так как этим я уже некоторое время пользовался и есть что сказать. Ну, первое впечатление то, что здесь два порта, здесь один порт. Ну, здесь два на вход, а здесь два на выход. Ну, такие вот интересные варианты. Ну, и смотрите, как работает пауэрбанк с моим смартфоном. Вот смартфон Mi 8 сейчас, вот он на зарядке заряжается. Пожалуйста, зарядка идет. И потребляет он 1,62 А. Давайте. 1,72. Ну, вот это вот реальные показатели. Это практически тот максимум. У меня смартфон потребляет 1,7-1,8 А. Так вот, вот это вот те максимальные показатели, которые действительно работают и которые пауэрбанк все-таки выдает. Пока с этим полный порядок. И да, конечно же, давайте сравним по весу данной пауэрбанки. Пауэрбанк ПЗОС 223 грамма. Пауэрбанк БАЗЕУС БЕЙЗУС 176 грамм. Пауэрбанк БЕЙЗУС формата вот такого длинного 226 грамм. И пауэрбанк СИОМИ 203 грамма. Итого получается, что БЕЙЗУС самый маленький и самый легкий. 177 грамм. Ну и также немаловажным фактором, наверное, что есть в данных пауэрбанках, это зарядка, сквозная зарядка. Итак, смотрите, сейчас заряжается сам пауэрбанк вот с помощью микро-USB и заряжает с помощью обычного USB мой смартфон. Давайте я вам так покажу. Вот видите, зарядка идет. И давайте еще подключим еще один смартфон. Посмотрим, сможет ли он заряжать одновременно два устройства и заряжаться сам. Не будет ли выключаться. Итак, смотрим, здесь зарядка идет, здесь зарядка идет и здесь зарядка идет. Все отлично. Значит, сквозная зарядка на два устройства и на зарядку самого пауэрбанка работает. В чем суть такого устройства в том, что если у вас одно зарядное устройство, я не говорю, что это на постоянное время использования, если у вас одно зарядное устройство, но надо зарядить за ночь, например, вам и пауэрбанк и два смартфона, то это идеальный вариант. Потому что, ну, вы же не будете ждать, смотреть, когда зарядился один смартфон, потом зарядился второй смартфон, а потом ставить пауэрбанк еще и это целая ночь такая вот неинтересно. А когда это полезно, ну, например, когда в командировке, в отдыхе или еще где-то вы приехали, день были, игрались, пользовались, работали, устройство ваше разряженное, вам на следующее утро нужно уже заряженным быть и телефон, и еще один телефон, например, и пауэрбанк, чтобы работать следующий день. Такая возможность у вас будет при данном пауэрбанке. Ну, и, конечно же, можно взять сразу устройство, которое будет заряжать одновременно три зарядные устройства, одновременно три гаджета, или пять, или шесть. Ну, выход всегда есть. Ну, и выводы по данному пауэрбанку. ПЗОС на 10 000 мАч. Итак, хочу сказать, что он удовлетворил меня практически на все 100%. Почему практически? Ну, потому что хотелось сюда еще просто-напросто, вот здесь где-то рядом, где-нибудь, может быть, даже сбоку, но лучше на передней части, USB Type-C. Был бы здесь USB Type-C, это просто идеальный пауэрбанк. Ну, не идеальный, да, здесь нет Qualcomm Quick Charge, но все-таки он адекватный, хорошо заряжается и без него. Так вот, емкость здесь заявлена, я, естественно, протестировал, сейчас посмотрим. 10 000 на прием и 5 800 на отдачу. И здесь ПЗОС выдал нам, блин, такое название ПЗОС, не сильно удобное для нас. Так вот, 5 800 заявлено, и здесь большой-большой сюрприз, он выдал больше, чем в реальности. Давайте посмотрим, сколько это же. Вот, смотрите, сейчас полностью заряжен пауэрбанк, смог отдать у нас 6620 мАч. Разряжался он 3 часа 53 минуты, ток разряда составил 1,7-1,8 А. Почему именно такой ток? Просто-напросто, потому что большинство смартфонов именно заряжается примерно такими же токами. Мой смартфон Xiaomi Mi 8 1,7-1,8 Ач заряжается. Ну, заряжается он такими токами только первые 50-70%, дальше он падает. А здесь же это было при постоянном, при постоянной такой нагрузке. Соответственно, может быть, даже еще на каких-то там 3% будет больше, если вы будете заряжать ваш смартфон. Так, смотрите, на заряд он взял 9595, что является тоже неплохо, но будем учитывать, что 10 тысяч, но это не важно, 10 тысяч, 9500, важно то, что здесь вот, сколько пауэрбанк сможет отдать. А отдает он вместо 5800, 6800, это божественно, потому что, просто потому что. Да, может быть, сейчас кто-то скажет, ты там где-то что-то не так сделал. Есть, конечно же, диванные эксперты, которые скажут, там где-то потеря, там где-то что-то не то сделал, или вообще что-то придумал, подтасовал, или еще прочее. Нет, пауэрбанки я покупал и вот этот вот ПЗОС, и вот этот вот БАЗЕУС, и вообще практически все, что я делаю, на все, что я делаю обзор, практически все я покупаю на свои деньги. Эти пауэрбанки не исключение, поэтому врать мне смысла однозначно нет. Я показываю реальные показатели, смотрите, 6800, и здесь 3 часа 52 минуты он разряжался. Это вполне правдивое, адекватное значение, 34 ватт часа. Дальше, зарядился он, следующий проход, 9506, отдал 6846, практически на 1000 мАч больше, чем есть. На заряд взял он 9695. Все, вот это вот 3 цикла разряд-заряд, вы видели, что пауэрбанк отдает больше, чем в действительности он есть, а это хорошо. Компактный, классный пауэрбанк. По поводу того, сколько он заряжается сам, я скажу, что он заряжается от 6 до 7 часов. Вот эти вот два пауэрбанки очень-очень схожи и между собой по функциональности и по их возможностям, но ПЗОС чуть-чуть дешевле. Дешевле возможно из-за того, что здесь находится только microUSB порт, а здесь находится и Type-C и microUSB, но один порт USB на выход. Естественно, здесь вполне реально, что USB Type-C будет работать тоже на выход, но пока это не так все распространено, как обычные USB порты. Так что от 6 до 7 часов данный пауэрбанк заряжается. Я сколько раз устанавливал на ночь, за ночь он заряжался, я встал в 9-10 вечера, например, утром я просыпался в 7-6, он уже был полностью заряжен. Так что к этому претензий нет. Работает здесь точно так же и сквозная зарядка, то есть мы подключаем, заряжаем сам пауэрбанк и одновременно даже два устройства подключаем от него, заряжаем. То есть от одного зарядного устройства мы заряжаем сразу три устройства, от одного USB, грубо говоря, три устройства заряжаем. И все это заряжается, я проверял, за ночь зарядился и пауэрбанк, и два смартфона. А это хорошо, да, смартфоны заряжаются немножко медленнее, чем обычная зарядка, и можно даже чуть-чуть, не немножко, а раза в полтора, например, медленнее, но все-таки они заряжаются. И функцию за ночь зарядки всех устройств данный пауэрбанк и обычное зарядное устройство выполнила, потому что это зачастую бывает полезным. Ну и по поводу устройств, которых я заряжал, я заряжал свой смартфон Xiaomi Mi 8, здесь батарея 3400 мАч. И вы не поверите, я смог зарядить практически два с половиной раза смартфон вот этим вот пауэрбанком. Вот этим вот или вот этим, у них примерно идентичная емкость. Так вот, я ставил заряжать смартфон, когда было там 5, 7, 10 максимум процентов, и до 100% заряжал смартфон. Два раза он зарядил, и практически наполовину зарядил третий раз. И этот, и этот пауэрбанк. Так что я полностью доволен вот этими вот пауэрбанками. Ну, если не измерять Xiaomi Mi 8, у меня есть еще Redmi Note 7, там где батарея 4000 мАч, и он зарядил их почти два раза. Тоже на зарядку я устанавливал, когда было там 5, 7, от 5 до 10%, до 1% я не догонял, потому что все равно большинство будет заряжать там 15-20%, некоторые там 3% могут. Но я так вот заряжал вот в таких пределах, и мне хватило первый раз на 100%, второй раз на 88%. Практически два раза. А это просто замечательно. По данному ролику у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, замечания или предложения, пожелания, пишите об этом в комментарии. Ссылки на вот эти вот пауэрбанки я оставлю в описании под этим роликом. Кстати, может быть кто-то будет спрашивать, вот такие вот чехлы есть на разные смартфоны, у меня это чехлы на Mi 8. Вот это вот классные цветные чехлы, они полностью стеклянные, ну как, задняя крышка полностью стеклянная и достаточно устойчива к царапинам. Вот этим вот чехлом я пользуюсь 3 месяца, вот эти новые я еще не одевал, пришли, сегодня их распаковал. Если хотите, ссылки оставлю на них тоже. Такие чехлы не только на Mi 8, а на множество распространенных моделей есть. Всем, кому данный видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети. Не забывайте о моем втором канале, там выходит очень много интересных и полезных видеороликов. Делитесь этим видео с друзьями, знакомыми, близкими, так как пауэрбанками пользуется сейчас очень-очень много людей. И вещь для многих полезная, может спасти в неподходящий или подходящий момент. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч.